А вот это эндемик под названием пенстимон. Он даст две белые стрелки. Пчелы просто обожают его цветы. Полисадник Джанет и Джеффри Крауч совсем не похож на безупречные подстриженные газоны их соседей. Пара выращивает эндемичные для их региона растения и цветы, которые дают пищу и убежище мелким диким животным и насекомым. Мы начали высаживать местные растения несколько лет назад. Бабочки, пчелы и птицы начали прилетать сразу же, как только мы перестали использовать пестициды и промышленные удобрения. У нас очень много птиц, а когда зацветают цветы, море бабочек и других насекомых, все жужжит и будит. У нас даже есть дикие зайцы, которые живут в кустарнике. Но внешний вид полисадника Краучи не нашел положительного отклика у одного из их соседей, и он написал жалобу в Ассоциацию домовладельцев. Последняя потребовала выполоть растения и заменить их травой. Краучи годами растившие свой садик, сделать это отказались. Всего через месяц здесь будет множество бабочек. Мы прекрасно знаем, что делаем то, что полезно нашей окружающей среде. Поэтому приказ сравнять с землей наш маленький рай для животных и насекомых был фундаментально несправедлив. После трех лет в судах Краучи разрешили оставить их полисадник. Юридический прецедент, который они создали, лег в основу нового закона штата, который теперь защищает право жителей Мэрилэнда, на культивацию эндемичных растений в своих садах, вне зависимости от того, что по этому поводу думает их местная ассоциация домовладельцев. Думаю, что дни газона в нашей стране сочтены. Писатель-натуралист Нэнси Лоусон известна в садоводческих кругах как садовница с человеческим лицом. А еще она – сестра Джанет Крауч, которая и вдохновила пару сажать эндемичные растения. Собственный сад Лоусон – настоящий оазис дикой природы. Она подчеркивает, что привычные американцы лужайки вечно поддерживать невозможно. В США более 16 миллионов гектаров лужаек. И эта трава занимает первое место в списке культур, которые целенаправленно орошаются. Это очень много воды. Газоны часто называют «мертвыми зонами», потому что они не дают питания и укрытия животным и насекомым. Согласно межправительственным данным, около одного миллиона видов животных и растений во всем мире в настоящее время находятся под угрозой исчезновения, поскольку все больше и больше их естественной среды обитания исчезает из-за деятельности человека. Именно поэтому Лоусон надеется, что американские домовладельцы превратят хотя бы часть своих дворов в постровки дикой флоры и фауны, и тем самым поспособствуют сохранению биоразнообразия. Моя семья очень довольна. Нас никто не кусает и не жалит. У нас нет крыс ни в доме, ни в поле за ним. У нас ничего этого нет, так как мы создали сбалансированную экосистему, где есть естественные полезные хищники. В конечном итоге, что для вас важнее? Идеальный газон или здоровье ваших детей и планеты? Людям придется пересмотреть свое понимание красоты и того, что для них важно. И вместе с этим возможно создать естественную среду обитания как для человека, так и для других видов нашей единственной и неповторимой планеты.